Ну что, здравствуйте, дорогие товарищи! Сегодня с вами Штурмер и Андхайдус, Андхайден, не знаю, почему я имя поменял? У меня сталкер написано в стиме, ничего не знаю. Ясно. Ну, в общем, сегодня мы попытаемся поиграть в GTFO. Товарищ сталкер как раз первый раз играет. Я в N раз уже успел полюбить и разочароваться в этой игре, так что у меня какие-то такие смешанные чувства по поводу этой игры. Но, тем не менее, поиграть мы всегда можем, но и заодно обсудить ее. Так, ну, значит, у нас миссия самая первая и самого первого рундауна. Это R1A1. На данный момент уже 7 рундаунов. Обещает еще 8-й. Нет, 7 рундаунов теоретически есть, потому что в определенный момент разработчики решили, что они игра-сервис, и они решили убирать вот эти вот рундауны потихонечку. Первый прошел, второй прошел, третий прошел, и там предпоследний убирается. Но не случилось как бы. Не настолько они крутые, как Destiny, например, чтобы целиком убирать моп-паки. И поэтому они постепенно возвращают обратно, вместе с некоторыми оружиями. Вот. Ну, мы решили самый первый, ну, теоретически самый первый начать. И, в общем-то, стоим на выборе оружия. Так. Это не Тарков, я так скажу. Это не Тарков, да. Это не задкое вооружение. Да. Ну, короче, тут, честно говоря, я не знаю, что тебе посоветовать по поводу оружия. И это еще одна хрень, которая мне не нравится в этой игре. Что здесь искусственная сложность на том, что тебе нужно все пробовать на реальной мапе. Ну, и, собственно, пока ты там разберешься, хорошо подходит тебе оружие или нет, и оно, в общем-то, пройдет минут сорок, а то и больше, и ты уже захочешь там, скорее всего, на чекпоинте какой-нибудь застрянешь, и там ты захочешь дальше идти. Ну, и, собственно, пока ты поймешь, что оружие говно, ну, в общем, пройдет достаточно много времени. Ну, или недостаточно много времени, ты будешь выбирать уже после первого провала. Ладно. На данный момент я остановился на том, что мне нравится этот первый пистолет, но люди советуют постоянно, ну, не постоянно, люди советуют какой-то, что они советуют, мне интересно, винтовку с тройным выстрелом, наверное. Не, а утрой, ну, это да, это как бы как... Да, что там укороченная винтовка, я с ней достаточно какое-то время побегал, но в определенный момент мне понравился пистолет, просто пистолет. Вот, тут, конечно, очень специфическая система выбора оружия и дополнительного оружия, что у нас есть винтовки и пистолеты одновременно, вот, как бы в других играх обычно это, знаешь, там дополнительный слот, типа вот есть первичное оружие, вторичное оружие, жеиды и оружие с пистолетами, вот, ну, а-ля Counter-Strike, то есть, как бы классика жанра, вот, а здесь вот что-то как-то все по-хитрому сделано. Да, ну, в общем-то, это все тянется из Left 4 Dead'а, как бы, все эти вот вещи, то есть... Ну, как же, с вариацией. Хотя, что-то, что-то, что-то очень играет, это ребята-выходцы из Spidey 2. Ну, Пайка, она тот же самый клон Left 4 Dead'а, только с бандитами, то есть, с полицейскими. И с пиццами. Все от одного. Да, то есть, если особенно первую поиграть, а потом... Ну, в общем-то, второй тоже, он развитие идеи первого, но если первый поиграть, то он совершенно точно кажется таким, еще сыроватым клоном Left 4 Dead'а. Ну, и как и Verminty, например. Первый, это точно очень, настолько чувствуется, что это клон, что просто... Ну, что просто чувствуется, да, 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 вот. И уже там вторые части уже, ну, очень начинают сильно отличаться, находят свою изюминку, по которой они начинают четенько работать, как правило. Вот, может быть, кстати, и GTFO 2 будет более успешным в плане... А что же так? Влечность уже будет скоро выходить? Нет, я не знаю, но мне кажется, что ребятам уже пора подумать о второй части и закончить кошмаре труп этой. Ну, честно говоря, они не сделали нормального лобби для поиска игроков, поэтому приходится бомжеваться по Discord-серверам и искать игроков самим. Вот, они не придумали уровней сложности, они не придумали вот этой вот нормальной системы, ну, с этими устройствами. То есть, у них какая-то идея была, но это настолько сырое еще чувствуется, что оно... Есть какая-то изюминка в том, что оно такое вот специфическое, инди-игра, это инди-игра буквально, можно сказать. Ну, с другой стороны, они же сейчас, получается, это деф-блоги выкладывают и чейндж-блоги выкладывают на счет изменений и улучшений в игре. Ну, какие там улучшения? Там улучшения, то, что они добавляют в моб-пакет и то, что там... Ну, то есть, эти рандауны. Ага. Вот, я больше ничего не заметил, но рандауны у них уже были. Они, скорее всего, на чем-то другим заработают. Моша знает затишки перед бурей, мол. Потому что я видел, что они ищут, ну, это студия Тен Чемберс, они ищут работников периодически, вот, и вероятно, они над чем-то работают. Но вопрос, работают ли они над второй частью или работают ли они над каким-нибудь сторонним проектом. Или работают над доработкой вот этого, вот, как ты говоришь, трупа. Ну, это вряд ли, потому что, как бы, я не знаю, у меня такое, я говорю, у меня очень смешанные чувства по поводу GTFO, потому что идея мне нравится, но реализация очень такая... Идея хорошая, план говно. Со спотыканием такая, спотыкаешься и, как бы, вот, после тех лофточей, которые я напробовался, они, в общем-то, мне кажется, несколько, ну, несколько, особенно после паки второй. То есть, я понимаю, что, скорее всего, геймдизайнер, который здесь, он очень хотел что-нибудь простое и такое глубокое одновременно сделать, вот, но, по-моему, как-то он что-то перемудрил в своем роде. Ну, то есть, он очень упростил вещи, как бы, убрал эти уровни сложности, убрал все вот эти вот, ну, апгрейды, которые обычно, знаешь, вот это вот, дрочили, 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 например, методы там, вот это вот, что там, там, все эти оптики там всякие, там, уровни поднимаешь. Тут ни хрена этого нет, вот, ни сложности нет, то есть, они хотели, думали, такой вот, изюминкой сделать, но что-то вот, ну, у них, наверное, получилось, потому что определенная у них аудитория есть, вот, например, Рейвен очень часто играет в это все, и там у меня, когда я написал достаточно негативную, негативную рецензию. Да, я видел отзывы потом, ну, когда тебе там комментарии писали под этой рецензией, да, то там люди просто... Потому что, типа, нега, если не умеешь играть, то уйди из игры. Да, но фишка в том, что, блин, я же наиграл в эти, я Left 4 Dead бегал в свое время, как бы специально вот на уровне сложности набегая, то, чтобы вот повыше, потому что мне нравится, когда у меня челлендж есть, но у меня есть, но есть фишка, что это должен быть reasonable челлендж. Что это должно быть, ну, как-то, переведи, пожалуйста, reasonable challenge. Ну, такое, так, сейчас reasonable, сейчас бы вспомнить, что это обозначает челлендж, что это, ладно. Reason, причинно, как сказать, ну, это, что это сложность, у которой есть обоснование. Обоснование, обоснование, то есть, которое, ну, которое ты подготовился. Сложно все смотрим, на чем либо. Да, а тут тебя, знаешь, вот эти вот... Как щенка. Как щенка кидает, во-первых, и то, что эти миссии, они могут длиться по два часа, и при этом, там, сложно здесь нерегулируемые. А при этом, ну, нормальная вот эта вот человеческая, это просто человеческая психология, что у него где-то вот полчаса, час максимум может вот этот фокус нормально держаться. То есть, на этом основаны вот эти вот лекционные вот эти вот фокусировки, то, что у детей помладше, это с 20 минут, там, вот этот фокус идёт, потом старшеклассники где-то 40 могут держать. Ну, и студенты, как тренированные люди, уже там, может быть, полтора часа. Да, но тоже, знаешь, скорее всего, через 40 минут они тоже начинают гулять, ну, в смысле, внимание начинает гулять, вот, и ты скорее будешь... Я говорю, что ты окончил один классов, говорю, что так и есть. Да, будешь записывать то, что тебе говорит лектор, но уже скорее думать о том, чтобы... Когда сессия закончится, да. Ну, да, когда сессия закончится. Ну, а тут, как бы, да, 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 ты меня понял, ты правильно, ты правильно контекст словил. Вот, а тут, как бы, два часа херачит, как бы, и пофиг. Это как вот в Deep Rock Galactic тебя на Deep Dive закидывают и на самые высшие сложности, а ты ещё основ игры не понял. То, что... Знаешь, вот, можно сравнить с Elite Dangerous, если знаешь такую игрушку. Возможно. Там тоже, как бы, ну, обучение всё проходишь, да, а дальше тебя кидают в открытый мир, где ребята там какие-нибудь просто на уберганах катаются и тебя просто берут и крысят. Например, вылетаешь в гипер... в гиперпространство, и они тебя оттуда взяли, вытащили, размотали, забрали ресурсы и сиди-перди. Да, и мумошечки такие. Да-да-да. Ну, и вот то, что я говорил, что прохождение, то есть не прохождение, а тренинг проходил, то я его тоже... Ну, когда предыдущий раз делал пробу игры, там так получилось, что я неправильно настроил запись, и она у меня лагала сильно. Вот. И, в общем-то, я заметил одну вещь, что тренировка, которая там даётся, она настолько базовая, и она обрезанная, она не даёт тебе то, что ты будешь делать в игре. Это настолько вот это вот кастрированное обучение, что такое ощущение, что это из разряда тех же самых шмоток, которых изначально не было. То есть вот эти вот все дополнительные шмоточки, это то, что разработчики потом добавили. Потому что изначально они то ли не хотели, то ли это не было в концепции. Ну, типа концепция такая вот сурового выживача, без всяких излишеств. Вот. И обучение тоже, скорее всего, потом добавили, как бы, типа... Ребята уже не ныли, а что, типа, как без обучения играть. Да, да, да. Ну, и, в общем-то, по поводу этого обучения, оно такое... Ну, когда ты прошёл пару месяцев, ты понимаешь, что там вообще нихрена тебе не даёт. Это такой настолько базовый элемент, что лучше бы они тебе объяснили по-другому. И, там, или, знаю, эту базовую миссию, ну, эту обучающую миссию использовали для проверки всех этих оружий, которые есть. Ну, посмотреть, как они стреляют и так далее. Ладно, давай вернёмся к нашим баранам. К нашим выборам. Ну, вот, например, вот это Акрат Гулок ДА, как основное оружие, вроде как нормальное. Я, честно говоря, какое-то время... Чё тут у нас есть? Я как с какими-то винтовками бегал, но вот мне понравился пистолет. Из особого оружия. У каждого человека абсолютно своё. Ну, да. Ну, тут по поводу оружия такое ощущение, что есть у меня ощущение, я не могу стопроцентно говорить, но я видел моды на GTFO, в которых использовались как бы так навесы на оружие. И это, по-моему, невозможно сделать, если разработчики изначально такого не продумывали. Мне кажется, что разрабы что-то такое думали поначалу, вот, и какие-то такие вот зацепки на это остались. Но в данный момент тут каждое оружие, это типа оно сбалансированное. Ну, и то, мне кажется, я читал какие-то отзывы на форумах, что ни хрена там не сбалансировано, оно просто есть и есть. Вот, так что, так что, так что, так что, ну, посмотри, что тебе больше нравится. Я себе советую Акрад, Голог, да, например. Мне кажется, это такое, ну, средненькое. Ну, в чем я просто, когда я с ним играл, мне оно не особо зашло. Ну, тогда посмотри другое, неважно, это неважно. Ну, вот, я взял сейчас. Если мы просрём, ты, по крайней мере, поймёшь, как оно работает. А из особого оружия мне больше всего понравилось Дрейкер Делл П-1, потому что у него есть тепловизор. Вот. Тепловизор? А, из особого, да? Да. А, это как-то парень. Со своим, так сказать, обвесом, оно, ну, так себе. На самом деле, так себе. Да, потому что, если, например, набирать, то можно как бы на стол поставить просто тот же теплак и всё. Да, потому что вот эти вот навесы, они могли бы быть как раз таки, ну, такими лёгкими, так сказать, как-то сказать, побудителями, мотиваторами для прохождения. То есть, проходил бы какое-то количество миссий, находил бы какие-нибудь навесы и мог бы их использовать. Тем более, что они, скорее всего, ну, как бы, оружие, оно стреляет одинаково. Навесы, скорее всего, не должны как-то менять. Это вот, знаешь, в Back 4 Blood, там есть такая фишка, что ты по ходу миссий находишь навесы, которые работают только в момент кампании, пока ты играешь. Ну, да. Вот. Но они не сильно там меняют то, как оружие работает. Ну, чаще всего. Вот. Но они меняют твоё восприятие игры. Вот. Вот, например, тот же тепловизор, он был полезен там для других оружия. А у тебя он только на одной винтовке, и ты такой, ну, ладно, я возьму её. Вот. Такая штука. Дальше. По устройствам. Ну, чё там. По устройствам у нас есть тут... Ну, устройство это должно было быть, наверное, что-то такое вроде... из разряда вещей, которые должны были разнообразить геймплей. Там, как-то сделать специфику игры. Но, по итогу, мы видим, у нас есть пенный пусковик, сифон лаунчер. Этот мин... Минная, короче... Минная пушка. Вот. И биотрекеры. И сколько тут? Четыре вида турелей. То есть, турели по каждому виду... Турели вообще нужны или нет? Турели по каждому виду патронов. То есть, есть пулемётный патрон, есть дробь, есть пистолетный патрон, есть снайперский патрон. И вот, собственно, по четырём видам оно так и работает. Ну, типа, выбирай, что тебе нравится. Из турели обычно берут снайперскую турель, потому что все эти твари жрут как не в себя. Нифига патронов. Да. И... Ну, в общем, я на самом деле не буду ничего в этом плане говорить, поскольку... Ну, в общем-то, тут всё понятно. Турель-дробовик работает хорошо с близкого расстояния. Турель снайперская, она там начинает далеко, но бьёт нечасто. Пулеметная турель такая сбалансированная теоретически должна быть. И автоматическая турель это, типа, пистолетными пулями, как бы, слабый урон, но зато много и оно останавливает, насколько я понимаю. Да. Оглушает там, типа. Что говорят люди, что, в общем-то... Ну, вот биотрекер, он, типа, должен был показывать то, где находятся каждые товарищи. Ну, не товарищи, а эти вот монстры. Должны... Вомби тоже. Ну, там, типа, такой... Инномодифицированный организм. Да-да-да, да-да, вот именно так. По сюжету какая-то, то ли инопланетная, то ли лабораторная хрень вырвалась и, в общем-то, модифицировала людей. Вот, в монстрах таких. И, ну, ладно, про биотрекер получается, что... Ну, когда ты поиграешь, то, в общем-то, тебе этот биотрекер не так уж сильно и нужен. Он, наверное, что-то обозначается, как бы... Но, в целом... Ну, ты, получается, можешь запомнить уже, где кто стоит из противников. У них, получается, я считаю, практически на одних респах стоят, ну, в одних местах спавна стоят. Ну... Или у них рандомное место появления. У них достаточно рандомное место появления. У них достаточно рандомное место появления. Но, поскольку ты передвигаешься в этой игре не быстро и на картах... На 5 точках, вечно, да. То ты, как бы, так успеваешь замечать, что происходит. Разве что ты... Ну, в какие-то моменты... Это чистая информация о том, когда оно закончится. Но без неё можно вполне обойтись. Дальше вот тут вот... Самая главная комбинация. Это, типа, вот... Забить пенкой двери и поставить мину. Ну, это просто вот эти вот... Мне заездили мозги вот этой комбинации. Я так понял, что это главное вот это вот гениальное изобретение геймдизайнеров этой игры. То, что вот... Пенкой монтажный. Да, типа, монстры будут биться сквозь двери дольше через эту... Они будут больше соберутся. И потом, когда они пробуются через дверь, сработает мина. И тебе не нужно будет тратить много патронов. Понятно. И ты такой... Ну, ёпарасота. Я вспоминаю Deep Rock Galactic. И там вот это вот... Вот эти... Когда ты из пенобластов этим инженером просто строишь такие сооружения. Там этим буровиком пробуриваешь бункеры в породе для того, чтобы защищаться от... От всех этих товарищей. Там у тебя ганнер ставит эти тросы. У тебя скаут там занимается освещением. То есть, все при работе как бы у тебя. Все специальные орудия работают как бы. И ты вот смотришь на вот это вот и думаешь... Ребята, вы что, серьёзно? Вы думаете, это что? Действительно, вы говорите о том, что это офигенное изобретение какое-то? Вот. Ну, она ещё... Эта пенка, она замедляет монстров. То есть, в определённые моменты там говорят, что... Взял на пол. Набрызгал, да? Да. Или на самого монстра. Что в определённый момент можно там каких-то монстров полностью или очень сильно замедлить, чтобы с ними было легче разбираться. Но, опять же, это такая эмпирическая информация, которую нужно понимать в процессе игры, в процессе прохождения миссии. И, в общем-то, я до таких глубин не доходил. И, в общем-то, я даже не могу сказать. Мне гораздо раньше чуть поднадоело. Так, а теперь оружие ближнего боя. Все крайне очень сильно советуют кувалду. Она... Потому что бесшумность даёт. Что? Я говорю, даёт бесшумность. Ну, именно под это ха. А там все. Они все бесшумные. Тут... Все оружие ближнего боя бесшумное. Хиггсу, например, нравится нож, потому что он очень быстрый и как бы... Но он очень близкий. То есть, близко подошёл, взмахнул и пошёл к нам. Вот это бита. Я не знаю, в чём её преимущество. Ну, это какой-то сбалансированный вариант. Рэйвен использует молот. И все говорят, что кувалда это просто выбор... Как-то милишка моей мечты, так сказать. Выбор редакции. Да, выбор редакции. За то, что она сильно бьёт, быстро бьёт и всё такое. Но мне нравится копьё, потому что в любом случае, когда начинается мясо, ты уже достаёшь эти пистолеты и начинаешь стрелять. А пока места нет, у тебя это копьё, оно достаточно далеко бьёт. Ну, как бы, я не думаю о том, как бы... Ну, то есть, я подошёл достаточно близко к монстру, и я его пнул, как бы. Я не думаю о том, подошёл ли я там на пару шагов ближе или пару шагов дальше. Я просто пихаю ему в это самое... в поднос, да. Вот, поэтому я использую это копьё. Ну, собственно... А ты чем пользовался? Кувалдой. Да, Вагнер просто сытным баударом практически выносит всё. Ага, Вагнер одобряя. За это могут, правда, забанить немножечко. А в Америке же это признанной террористической организацией Вагнера. Да, хренаськи. Да, я тоже обалдел, когда узнал. А они свои ЧВК не хотят признать? Ну, то есть, я не то, чтобы за Вагнера, я как бы просто... У меня такой вопрос о какой-то такой вот справедливости. Их наёмники, они всё правильно делают. Да, правильно качают нефть из Сирии. Да, да, да. Там уже Трамп... А, ладно, хрен с ним, пофиг. Там уже бидон. Да. Ладно, неважно. Об игре, об игре. Дальше. У нас есть усилители слабо-мощно-агрессивные. Слабо-мощно-агрессивные. Это вся хрень, она как бы... Ты подбираешь в процессе прохождения и можешь использовать для того, чтобы чуть-чуть улучшить свои статы во время игры. И, значит, что я могу по этому поводу сказать? Я могу по этому поводу сказать, что я ими так толком и не запользовался. Возможно, в какие-то моменты это действительно нужно. Ну, они не настолько сильные, как бы... И... Да, черт его знает, как бы... Если ты хочешь, используй, если не хочешь, не используй. Вот, короче. Ну, по экипировке все понятно. Вот. Коробка, она там тоже бусты свои дает. Как-то так. И что меня еще очень сильно удивляет, что в этой игре нету дистанционного бесшумного оружия. То есть, чуваков отправляют в ебедное место, где четко знают, что там такая хрень творится, что эти монстры не любят шуму. И им дают охрененно громкое оружие, знаешь, это такое... Да, знаешь, без глушителей даже. Да, да, да. И... Ну, то, что нету никаких гранат, знаешь, например. Очень. То есть, один чувак на форуме заметил это, я так подумал. А что, реально, как бы, это такой, ну, знаешь, эквипмент, который бы, наверное, помог бы. Вот, в случае вот нападения, то есть, таких вот тварей. Тварей, турельку дают высокотехнологично, а простые гранаты, как бы, ну, достаточно. Извольте. Извольте, да. Ладно. Давай-ка. Начнем первую поплюку. Да. Ух. Ааа. Ну, пока у них там дождь на планете. А, еще, что мне в GTFO не нравится, то, что она вот, пытаясь быть такой хардкорной, она вообще не рассказывает о том, что здесь нахрен происходит. Да. То есть, это, как бы... Я на обзоры смотрел. Да. Тоже там говорили, что, типа, а лор? Как же лор? Вот, и, как бы, тут вроде как на терминалов что-то можно поискать, там, эти, не TXT-шки, а, как бы, логи. Но, в целом, его либо мало, либо что, как-то так. И, честно говоря, после прохождения с кокотом, ну, 5-6-7 миссий с кокотом и прошел, я решил, что нахер мне все это, как бы, ну, даже не интересно особо. Так, все присели и пошли. Там первый противник, если что, впереди. Да. Так, что-то у меня, где мы на второе оружие. Что-то же. Мочи его, да? Домачивай. Что-то не с первого раза получилось. А, хрен его знает, скорее всего, не фу прожаловать. Я не по голове попал. Так, у меня там три товарища. А, хрен его знает, что-то, 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 что-то. Хорошо. Хорошо, пошли. Так, что-то у нас дальше. Надо было боту какому-нибудь, это, биотрекер. Я не помню. У тебя у бота есть биотрекер у одного. Да? У Бишопа. Точно. Это хорошо. Или плохо, даже не знаю. Теперь иди. Ага. Сейчас так. У нас тут ящичек. А, там еще несколько получается. Да, и мне эта винтовочка нравится за то, что... Ну, с тепловизором. Это то, что я могу не включать фонарик. А, что там такое? Кто стрелял? Вот. Никто не стрелял. На хрен его знает. Так, в общем, проверяем ящики. Потому что свет уже включить. Да. Так, значит, тут... Тут этот самый терминал есть. И на нем смотри. Чего не... Да, мастерство печатания. И на нем, короче, есть такие... Команды всякие хорошие. По отслеживанию, о чем-нибудь подобное. Я лазерную мину пошел. Так, а какой предмет нам нужно? Назови, пожалуйста. Пинг? ХСУ? ХСУ. Нижняя подчеркиваемая. 499. 499. Так. Наверное, был лучше ты, если бы искал его. Нет, чтобы... Почему? Ну, ты как бы первый... А, да нет, я же искал уже множество раз. А, понятно. Окей, короче. Он находится в зоне 52. 52, я уже не помню. Сейчас как-то... А, есть классная команда... Help. Лист. И в ней, короче, рассказывается... Нам нужно будет еще, скорее всего, взять ключик. Да, ключик, 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 ключик. А ключик у нас, скорее всего... Не в зоне 52, а в зоне 50-51. Ну, 49-50-51. Сейчас давай осмотрим, что здесь. Патроны. Нашел патроны. Я там... Зачищаю. О, да, патрончики. О, прикольная патчечка. Ладно, я возьму. Так, ты где? Я здесь. Так. Давай, я на тебя тоже воспользуюсь. И на себе воспользуюсь. Вот там, не так уж. И надо закрывать за собой дверь. А, типа, могут. Че, зачем? Ну, потому что... Потом монстр, когда будут на тебя бегать... А зачем, где факт нужен? Ну, это усилители такие. Понял. Это усилители, которые ты выбираешь между миссиями. Так, че-то тут у нас есть. А здесь вроде пусто должно быть. Да, здесь обычно пусто и здесь пусто, да. Ну, по крайней мере, здесь вот... Так. Мы в зоне 52, нам нужен ключ. Да, вот. Ключ Orange 461. И вот как раз таки за этим ключом нужно идти смотреть. Че там у нас на терминале? Orange 461, правильно? Да. Ну, вот. Тогда query Key Orange 461. 50. Зона 50, правильно, да. Так. Зона 50 у нас... Собственно, смотрим по дверям. Смотрим по дверям. И на них обычно написано зона 50, правильно. Так. Тут пусто, пусто, хорошо. Так. Ресурсбокс. О, правильно. О, граната. Да. Что мне еще не нравится в GTFO, то, что оно какие-то вещи словно нарочно усложняет. То есть, без толку, так скажем. Например, то, что-то у тебя... Так, тут сейчас будет этот... Надо будет турель бы установить. Что тут магазин нужно самостоятельно перезаряжать. Что там еще? Что у меня там в голове было? Что магазин нужно самостоятельно перезаряжать. Да куда ты пошел? Я мил установить. Ты не бот. Спасибо. Вы в дверь закрыли, ребятам. Да нормально. Не реагируют на людей. Да, это раз. Дальше, то, что вот эти вот... Господи, то, что маркировать вещи нельзя. Ну, то есть, обычно там просто кликнул на зону, куда ты видишь, и понятно, то и напарником. А тут максимум только на дверь куда-нибудь или на какой-нибудь предмет. Ну, такое, знаешь, мне кажется, искусственное усложнение. То есть, видно, что разработчики очень сильно пытались сделать... Давайте... Да, сделать сложности, чтобы... Как бы... Игроки плакали, типа вот... Ну, херня, на самом деле. Сложность не в этом. Что, взрыв-то был? 5 секунд до этого дворчика! Так... Так... Да, вот... Большому вроде по ногам надо стрелять. Да? Да. Они валятся. А, еще мне не нравится эта хрень, то, что... Они... У этих дальнобойщиков... Ну, то есть... Тут, типа, мужские особи превращаются в... Кусающих, а женские превращаются в стреляющих. А-а-а... Хрена себе. Вот. И стреляющие... И стреляющие... Они стреляют какими-то самонаводящимися штуками. То есть, ну, как бы... Там не кто-то бегает. Там три этих. Тут, впереди, три. Да, я бежу, я иду с другой стороны. Как-то так. Есть. Отработал. И вот это вот самонаводя... Самонаведение... Они нужны в темноте, например, когда ты знаешь, что у тебя там впереди какие-то монстрики. А ты их кинул? Кинул, а они на них не реагируют. А, все. Вот. Так, зона 50 нам нужна, правильно? Ну, да. Ну, 50... Там 50 СМ. Тут 50 Б. Пошли в 50 Б, сходим. Давай. Я, наверное, не пинганул. Там можно же было лист сделать. Ну, через терминал можно было посмотреть вещи, которые находятся в этом самом... В зоне и по ним определить, есть ли там то, что нам нужно или нет. Ай-яй-яй, вот у меня прямо. Зараза. О, tool refill pack у меня. Есть. А, тут уже кто-то открыл? Я открыл. Ага. Так, что у тебя, похаба? Нормально все. Дейк. Подожди, да я палочку. Окей. Это... Это так романтично. Кто-то и тёпкорномывая, чё ты? Дёрганы какие, да? Так, что-то тут есть, интересно. Ничего нету, блин. Нет. Кто картефакт? Где? Вот. Да. Забирай. Его скорей уходи. Возди за 100 морей. Угу. Поцелуй его везде, да? Да-да-да. Типа-то. Ага. Все. Так. Бот, конечно, тупые. Но зато... Нет, кстати, они гораздо лучше иногда играют, чем некоторые игроки. Ну, потому что их, эти самые монстры не замечают. Угу. Это самое главное их преимущество. А двери не закрывать для того, чтобы... Ой, закрывать. О, смотри, там такая эта самая штука. Где? О, видишь вот это вот? Усиками. Нельзя, чтобы она дотронулась до тебя усиками. А как вообще убивать? А ее убить можно, когда она только закроет все свои эти самые усы. Но у меня не получилось. Ну, сейчас к нам прибегут, конечно. Добудит мясо. Да, добудит мясо. Алена, Алена. Хорошо. Слушай, я, по-моему, оставил там... Эту самую... Турель, она, наверное, помогла немножко. Ха-ха. А, забавно. Ну, видимо. Что-то у вас всячески плачки, спасибо. Так, что-то у меня даже с 82. Ну, патронов, правда, меньше, чем следует. Но... А, терминал есть. Терминал? Да. О, кстати, можно посканить эти самые патроны всякие. Час. Что там нужно было? Куэри оранж. Оранж. ОК, оранж 461. ОТВЕТ, 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 ОТВЕТ. Ария D. В зоне D находится. Сейчас, лист. Так. Так. И... Куэри. Пак. 527. Тоже Е. Так, в зоне 52 есть АМОПак. Дальше. 360. 50D, да? Там надо. В зоне 51 есть. Да, в зоне D там. Ну, я нашел, если что, 50, да. И в зоне 50 есть. А мы в зоне 50, правильно? Ну, да. Куэри. Зон 50C. Лист. Зон 50. Короче, в 50C находимся. Угу. Короче, в 50 есть аптечка и АМОПак. Так, что тут у нас? Где вообще находимся? Здесь зона 51. Да, вот я рядом. Так, зона 51. 50D, правильно? Да, вот она. Извини. И извини. А чё страшно? Тут вроде... Складские. Угу. Фонарик. Понял. Нашел, да? Ну и да, еще эта игра очень сильно требует от тебя постоянно что-то выжидать. Вот. И если это происходит 2 часа к ряду, ты уже начинаешь запариваться. Ну, представляю. Опять. Лупак. Нашел. Нашел? Да. Ключик. Правильно? Угу. Угу. Супер. Пошли. Вот, гоу обратно. И да, по педали. Кто-то там бродит. Да, он там бродит уже всю игру практически, сколько мы играем. А мы сейчас дверь получается откроем, нам надо будет еще не что-то найти, да, небось? Да, нам нужно этот предметик утащить обратно. Угу. Я сейчас ты ее забыл. Да. Кто-то уж не распавнится, небось. Заходится бы, закрывает. Боты раскрывают дверь. Ага. А теперь... А теперь... А теперь... Капец. Он... Че, он зайти не может, да? Может... Он просто тупой. Как валенок. Че, хус. А че, она сейчас дверь будет тут открывать? Ну, короче, тут надо расставить эти... Сейчас, один момент. Тут и че-то пишут. Сейчас. Рейвен внезапно. А, нет, там какой-то чувак. С Рейвен Плея. Если ты хочешь, можно еще кого-нибудь подключить. Без проблем. Если ты из нашей компании, то окей. Ну, это из компании Рейвена, а там такие... ГТФО. Мне стрёмно, честно говоря. Да, пускай присоединяются. Че, че нам? Па-па-па-па. А, кто создавал? Я создавал, да? Создавал, да. Так, копировать, я делаю. Че, прям мега-гф-гтфошники сидят. Да. А тут мута 10 тысяч часов. Хер я узнает. Ну, пускай, проходим. Р 1, А 1. Ну, просто у нас был уже один такой... Инцидент? Да. Позвали человека. И видно, что человек молодец, как бы все дела там. Ну, как бы... Но он настолько там папка, что он просто... Так, надо теперь папка был, чтобы прямо как-то даже неприятно было. Потому что от игры осталось, типа, ставь турель сюда, делай то, делай это. Это такая, а где игра в конце, где вариативность какая-то. Вот. Человек просто, как говорится, собаку съел на этой игре. Да. Вот. Вот турель устанавливает. А через киев можно это делать. Киев, установка устройств. А тебе, наверное, твою поставить лучше сюда, может быть. Вот сюда. Вот, чтобы в ту сторону, чтобы этот проход... Какой? Ну, вот так вот, чтобы вот эту вот зону закрывала. Вот. И, может быть, мы даже выживем. Потому что сейчас будем танцевать. Да-да-да, сейчас я знаю, что будет и пепел в полнейшем. Мы готовы? Да, готовы. Dance Dance Revolution. Блин. Так. Ой, извините. Уже побежали. Побежали, побежали. Пробивается. Так, пошли по этим самым. Так, что там еще куда нас везет? Какой-то дрянь, блин. Уходим. А, подожди, еще одна. Еще две. Ай-я-я-я-я-я-я. Все, пошли отсюда. Пошли по турели. По турели обратно пошли. Так, уходи, уходи, уходи оттуда. По турели, по турели. Пускай турели работают, а не все остальное. Патронов-то маловато, а тут рефилок много. Еще какая-то тварь там сидит или что, застряла что ли? Не-не-не, оно там очень долго уже. Сначала игры считай. Не-не-не. Это, это новенькое. Да? Да, оно там действительно застряло. И что, крыльки забираем? Да, забираем, забираем. Так, а где я поставил свой? А, вот, соль поставил. Что, открываю дверь? Да, давай. Так, что-то у меня пистолет на два патрона. Тебе есть. Товарищи GTF-шники. Не знаю, сейчас посмотрим. Ну, будет, не будет, я написал. Так. Так, тихо, 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 не двигаемся. Блин, что-то их до хрена весит. Так, давай ты правого и левого. Я левого. Ну, как-то-то надо синхронизироваться все-таки. Нормально. А то у меня уже 26% жизни. А, ты что не сказал? Что, у тебя аптечка есть? О, опять рефилка. Так. Так, у кого еще кто-то? У тебя что, по пулеметному? Так, я себе взял. У тебя есть? Тебе надо? Кого? Кого? Потому что это значит, что ты где-то там просрал драгоценные проценты. Понятно. Так, а где у нас было ХСУ? В зоне 52, правильно? Да. В зоне 52. Я пойду потыкаю терминал. Может быть я найду. В какой конкретно зоне. Так. Там кто-то есть еще у нас. А, хорошо. Аквари. Лист. Зон. 52. Ага. Чисто забайтил. Люсь. Ааа, парзу. Пока. Что там? Что вы там стремляете? Да я вышел, там три этих пацана сидела. Так, нам нужен ХСУ 4.6.1, правильно? Ну да, 4.9.9. 4.9.9. ХСУ 4.9.9. Так. В Бшечке нет. А, есть. В зоне Б. 52 Б. То есть можно написать лист, ну название зоны, типа лист зона слэш 52. И затем через пробел указать буквы, ну конкретно подраздел. Так, два, три. Потихоньку, потихонечку, потихонечку двигаемся. Загорается, останавливается. Останавливаемся. А крутить мушку вообще можно когда-нибудь в этом сделать? Теоретически можно. Я крайнего права выберу. О, есть. Отработал. Так, там еще один. Лежу. Ну, ну, ну. Так, вот еще по патронам. У меня по патронам надо патрона, у меня на пистолет вообще два патрона застрелится. Типа, один раз если. Тихо, не манси. Не манси. Вот это тоже бесит. То есть в Left 4 Dead и в этом самом Верментиде классическая схема, типа правой кнопкой на себя, левой на товарищей. Держи, 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 блин. Вот этот хер, ясик. Это придумали. Что? Какой она в комнате? В Б-шечке. А, это Д. Пошли. Так, а где Б-шечка может быть? Вот она Б. А, ты нашел уже? Супер. Все запоминаю. Да. Короче. Пришли, забрали и ушли. И свалили. И сразу же надо уходить на место высадки. И там ставить турели. И отстреливаться от лишних. Так, свет выключаем. Потивник. Тихо. Веди забей его. Ой, этот с фонариком. О, тут большой товарищ. А какого урабатывать? Кого? Большого товарища. Большого товарища. Что-то мне как-то стремно урабатывать. Потому что на него там турельку, наверное, ставить надо. Ну, потому что на него либо очень сильная командная работа. Да, типа всем вместе надо затыкать его. Ну, на хрен с ним. Оп, он светится. Тихо, ставись. Да, да, да. Может, то работать. Поставить... Поставить турельку и... Хрен с ним. Давай я поставлю. Ставлю? Давай, вот здесь, вот на этом. И нефига. Все, теперь ждем гостей. Есть. Отработаем. Вон там бегут на нас. По турели уходим, по турели уходим. Бьем по ногам толстым. Его уже уработали. Нет, винтовка с войным выстрелом, а это имба. Возможно. Главное, чтобы патроны не жрало. Вот как раз таки патроны, она жрет. Так, что там надо искать? Это куда? 51, это нам на хрен не нужно. Да, срубе 51. Нам нужно ребенка, 16-15 лет найти. В маленьком таком контейнере. Так. 490, где же там? Давай-ка я, ты... Эппингано, а ты глянь. Давай, давай. Он... Так. Сейчас. Пинг, хсу... 499. А, подожди, тоже хсу 436. Вы сейчас поискать этим глазками. 447. Там рядом с тобой что-то пингает? Да. Вот. Подожди, зона С. Подожди. Какого хера? 52 С. В С-зону надо идти. Извини, я не туда завел. Доблывает. Так, зона С. Там двери закройте за собой. Обожди тогда. Есть. Че, мы готовы? Да. Тихо. Ой, дохрене еще их. Может, штарик поставить? Хорошо. Хорошая идея. Мне насколько нравится. Че, гостей ждем, не ждем? Ну, кто-то должен прийти. Ну, кто хотел прийти на вечеринку, кто придет. Аптечка. Нормально, у меня 44 хп, и че? О, супер. Так, где-то там у нас есть. Идет. Идет, идет, идет. Стой, 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 стой. Комцемир. 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 Еще один идет. Да ты, стой на месте. Ёпта. Ага, ладно. Экономим патроны, стреляем экономично. У меня патронов нет. Вот это вот плохая сторона этого марлезонского балета. Так, так, тут есть эти натурельки патроны. Они 68 процентов, это процентов еще по патронтажу натурель. Так, считаем у нас по... Сейчас. 70 у кого тут хакета 20. Надо хакета подлечить. Вот он, конечно, бот, но тем не менее. Хакет опять 20. Так, хакет комцемир. Ай, блин. Ладно, хрен с ним. Бегай тут, знаешь-ка. Так, возьмите кто-нибудь эту. Получается, весь этаж-то зачистили, надеюсь. Ага. Сейчас не будет такого, что я выбежал. Вот тут 4 противника на меня. Не, не должен. Такие, хоба. Так, что-то нашли, интересно. Да нет. Тут главное запомнить, куда я нашел. Ящик только, но там фонарик. Ничего интересного. Ага. Не нашел, но я еще не нашел. Ну да, и то, что... Заньками сейчас придет, когда выскать это все. Пиздец. Что там? Глазами, говорю. Искать придется сейчас. Слушай, давай я пойду к терминалу и пингано это просто. Ну, либо так. Давай. Давай. Только ты не бери сразу, да? Да без б. Так, сейчас только найду, куда тут выходить. Вот, нашел. Нашел. Все, супер. Супер нашел, это хорошо. Супер нашел. Ну, а теперь... Берем хрень и валим нахрен отсюда. Че, кто? Я беру? Ты берешь. У тебя патроны есть? Нет. Ну, тогда берешь ты. Все просто. Проверка безопасности в тупу. Че за вред? Забрали. Извлеките. Верните место начала. Да, все, побежали. Побежали, побежали, побежали. Двери за собой закрываем. Сзади. Сюда, сюда иди, блин, дурак. Так, нам сюда. Уходим, 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 уходим. А, сами разберут. Обежали. Мне 10 патронов. Ну, смотри, я договорил, что нет. Ну, блядь. Все, давай, сюда, сюда, сюда. Так. Все, стоим, уходим. Та-дам. 37 минут, блядь. На самом деле, тут особо нечего там проходить. Но это все равно занимает 37 минут. А если что-то сложное, то это там те же самые, 2 часа начинается. А что за психологическое состояние? Это, скорее всего, хеллсаток. Но сколько у тебя хп осталось? Ага. Понятно. А реакция HPB? А, хер ее знает. Понятно. Вот. Такие вот штуки. Экипировка. Боевая эффективность, зачистка. Понятно. Меня экипировку новую дали. Угу. Это хорошо. Экипировка, она в принципе, не нужна? Даже толком ни для чего. Ээээ... Нет, просто визуально отличаться. Прикольно. Че, let's go второй, этот, second floor. И бежать. Что еще раз? Второй этаж? Не, я, наверное, не хочу сейчас уже. На, окей уж. Ну, можно будет посмотреть как-нибудь потом. Так, я завершу экспедицию. Окей уж. Вот. Ну, смотри, как бы я предлагаю... В определенный момент я просто предлагал проходить все эти вот рандауны не по порядку, а по этим, по A1 миссиям, то есть R1, A1, там, R2, A1, там, R3, A1 и так далее. Потому что так проще и как бы, ну... Интереснее. Нет, я про то, что хоть тут геймдизайн достаточно топорный, насколько, ну, это мое личное сугубо, мое мнение. Вот. Но, тем не менее, какая-то градация сложности тут присутствует. То есть, на C миссиях мы уже охреневали. Да. А вот на A-шечках было нормально как бы. Ну, долго, но мы проходили все-таки. Кстати, получается, тут еще будет два рандауна открыто вскоре, потому что, ну, типа, два, типа, не светящихся, но, наверное, без рак. Да-да-да. То есть, это получается шестая и восьмая. А, шестая и восьмая. А они, типа, закрыты просто или... Это... Или что ли как? Ну, я тебе говорил о том, что вот на данный момент R7, это то, что они, наконец, выпустили. То есть, это... Это страдали. Это как бы... Это из наследства вот этого вот Game as a Service. То есть, игры сервиса. То, что они поставили седьмой рандаун, а все остальные потихонечку брали. Вот, чтобы было до этого. Но в определенный момент они поняли, что что-то не работает такая система. Ну, как я понял, этот на рандауне 7 E1, это просто смертный переговор, считай. Ну, вот, что-то как-то не работает, и они начали возвращать R1, R2, R3, R4, R5. Вот, там R6 будет в определенный момент. Ну, он уже готов, нужно только что-то переделать им. Там, видимо, какие-то чекпоинты нормально поставить. Потому что чекпоинтов не было тут тоже. Тут можно было по два часа мудохаться и потом сдохнуть на последней дверке, скажем. Да, на последней дверке и проходи заново. То есть, вот. Ну, в определенный момент они пошли навстречу игрокам, как бы, и добавили, убрали сложности, добавили чекпоинтов на дверях. Ну, недостаточно, на мой взгляд. Ну, в общем-то, короче, они решили не заниматься проблемой сложности, но все равно проблема сложности заставила их заниматься собой. Гениально. Вот. Понятно. Ну, это обычно так бывает. Как бы, хочешь что-то проигнорировать, оно все равно догонит. Это как у меня было. Короче, игнорировал я физику. В итоге я сейчас поступаю на обучение, связанное с физикой. Ну да, как-то так. Такие дела. Вот, понял. Ладненько, все, спасибо за сегодняшний ночь, вечер даже, вечернюю, ночную игру. Да. Ну, когда же играть в темные игры, как не ночью? Да. Как же играть в хорроры, как не ночью, блядь, естественно. Вот-вот. Ребят, вышел. Все спят, вокруг темно, как бы. Тут... Да-да-да, именно так. Ладно, спасибо тебе за игру. Да. И поскольку у нас запись, дорогие товарищи, вот такая игра, она своеобразная. Нравится, не нравится, трудно сказать... Терпи, моя красавица. Трудно сказать с первого раза. Это инди-проект, это небольшой проект, где там выдрачивают на тестировщиках разных калибров. Вот. И мастей. Да-да-да, от казуалов до хардкорщиков. Вот. Ну и, собственно, геймплей тут такой же. И... В общем-то, игра, тем не менее, она очень такая сочная по сеттингу и атмосфере. Так что, может вполне зайти. Вот. Как говорится, игра на любителя. Да. Зайти и выйти, а потом снова зайти. Ну и так далее. Вот. Совершенно точно есть люди, которые играют до сих пор, там переигрывают, доигрывают и так далее. Есть люди, которые пришли только сейчас, как я. Да. Так что... У меня она заходит, так как я человек, который играл раньше в Тарков. Ну, сейчас я из него вышел временно по соображениям безопасности. Ага. Вот. Так что, такие игры, которые дают именно просраться во время игры, в принципе, они довольно-таки веселые. Там можно и посмеяться, и побомбить, и погореть, и все в этом духе. Угу. Так что так. Невероятно хорошая игра. Да. Так что так. Ладно. С вас, товарищи... У товарища Сталкера есть свой канал. Там, правда, ничего нету. Но вы лайкайте его все равно. Да, да. Ты можешь что-нибудь, да буду выпускать. Да, может быть, это его замотивирует. Вот. Если ему захочется. Вот. А у меня... Когда я микрофон куплю новый, тогда и... Да. А у меня совершенно точно есть канал. Так что подписывайтесь, лайкайте, комментируйте, шарьте, донатьте. И самое главное, присоединяйтесь к нашему хорошему и адекватному кооперативу Дружба. Дискорд канал такой есть. Сервер. Вот. На котором можно поиграть не только в GTA 4, но и в GTA 4 точно так же. Ну и в прочие Left 4 Dead лайки. Left 4 Dead и War Thunder и все в этом духе. Ну да. Особенно весело проходят у нас игры в виде Payday 2. Да. Кстати, в Пайку тоже надо поиграть. Я давно уже проходил, очень зависал. Надо как-то соорганизоваться. Надо будет просто собраться народом, да, пойти по стелсу проходить, веселиться. Ну по стелсу так себе. А мы на третьем часу уже, знаешь, что там на стелсе делали? Я просто пытался сразу одевать маску и проскакивать на второй этаж. А потом ржали, что меня не спалили. Ясно. Ясно. Поэтому вот говорю, это просто песня. Ладно. Все тогда. Давай. Всем спокойной ночи. Да. Всем спокойной. Всем удачи. Спасибо за сегодняшнюю игру, за сегодняшний вечер, за сегодняшнюю ночь и все в таком роде. Я пойду спать. Давайте. Да. Пока.